Смотрите, то, что я сейчас расскажу, на самом деле, еще на моем опыте из Names, на моем опыте прошлого потока старта, этого потока старта и так далее, показалось, что проблема с партнерами на самом деле у всех практически одинаковая. Что у малышей, которые только начинают, что у очень больших ребят. Ранец только в том, что малыши уходят рассорившись, а большие ребята стреляются. На моей памяти, наверное, всего три или четыре компании, у которых партнеры доработали до конца, до пика развития компании, не рассорились, не разбежались и так далее. У кого-то есть здесь партнеры вообще в бизнесе? Раз, два, три, шесть, окей. А у кого-то бизнес, уже действующий бизнес и плюс в нем партнер? У всех, да? Нет, уже меньше рук, окей. То есть есть партнеры в начинающем бизнесе, хорошо. А зачем вы с партнером вообще начали отношения, зачем вам нужен был партнер? Окей. А ты не эксперт была в этой области? Окей. Ну, там я знаю историю, да. А еще у кого-то, у кого был партнер? Ну, у меня просто не нужно кто-то, который не дополнительно справляется. То есть мы распределяем это сооборотно. Понял, хорошо. Еще у кого-то? Капитан, среди. Окей, неплохо. Смотрите, я начну с партнеров и новичков, и затем мы перейдем уже к большим компаниям. То есть мы так, по нарастающей. Чаще всего новички, которые только начинают бизнес, либо на самом таком зародыше, они выбирают партнера по принципу «мне страшно одному». Это самая частая причина по моему опыту общения. То есть что-то как-то страшно одному, а с партнером почему-то не страшно. Мне всегда это было очень нелогично, потому что когда вы один, смотрите, вы вдвоем, если сделать какое-то правонарушение, ну, например, какое-то преступление на бронологию, вы же вместе сядете. Более того, это еще и сговор группы лиц. Ну, там, по-моему, это только отягчающее. Причем, если вы сами защищаетесь, вы еще хотя бы помните, что вы сказали, вы себя не оговариваете и так далее. Тем временем партнер просто пишет лист за листом. Он же все рассказал, он еще от себя дополнит. Он еще что-нибудь придумает. То есть здесь такой момент очень спорный. Не понимаю, как здесь делить соответственность, только если вы не хотите его слить. Ну, подставив. Поэтому момент про страшно с партнером мне всегда был очень непонятен, честно скажу. Второй момент – это нет денег на бизнес. И еще одна группа моих каких-то знакомых, в том числе там учеников, они начинали бизнес с партнером, потому что у партнера в этом бизнесе было первичное финансирование. Они такие, ну, у него есть деньги, он будет моим партнером. Причем, самое смешное, чаще всего речь шла о суммах, ну, 100 тысяч рублей, 300, ну, у кого-то там было, по-моему, полмиллиона, ну, что-то такое. Ни разу не прозвучала речь о том, что он дает мне 80 миллионов, мы строим завод, что-то там нет. У него есть 200 тысяч, мы начали на ВБ. Теперь это мой партнер, у него 70%. Окей, ну, хорошо. Самое смешное, это сейчас оборот там в районе 10 миллионов рублей в месяц. Партнер ничего не делает, он когда-то вложил вот эти вот деньги. Он очень кайфует. Обиды там страшные, я так думаю, плохо все закончится. Но кабинет-то общий как бы вот. Партнер оказался умный и сделал ООО. ООО. Да, партнер очень умный оказался, вот, я считаю. Чтоб я так инвестировал. Третий момент, это недостаток знаний, как раз компетенций. Это когда вы находите партнера, потому что вы чего-то не знаете. Вы хотите заниматься ремонтом сантехники, и вы не умеете ремонтировать сантехнику. А почему-то вам в эту нишу очень хочется. А ваш партнер, он сантехник. Ну, классно, он же разбирается. И получается то, что вот эти три причины, они оказались, ну, превалирующими в большинстве ситуаций. Если подумать логически, то оказывается, как я уже сказал в начале, что страшно не работает, то есть с партнером страшнее, поверьте мне, чем без партнера. Более того, он может еще и подписать какие-то документы, которые вы даже в глаза не видели, а вам потом отбиваться. Ну, то есть это очень страшное дело. Деньги чаще всего легче найти самому, заработать или взять кредит, и это окажется дешевле, чем партнера, который дает финансирование. А в плане компетенции, по моему опыту, в 9 случаях из 10 проще нанять человека. Причем обычно это очень дешевый ассистент в начале, либо человек из ниши, ну, например, менеджер по продажам из нужной вам ниши. Вы нанимаете менеджера по продажам, партнер вам уже не нужен. Получается, если вы хотя бы чуть-чуть верите в свое дело, ну, предположим, вы ставите планочку, мы будем зарабатывать миллион рублей прибыли в месяц. Нахрен вам партнер? Если вы можете найти менеджера за 40 тысяч плюс процент. Ну, то есть потом же вы же ничего с партнером не сделаете. Мое мнение, что партнера нужно брать тогда, когда вам без него вообще никак не получится идти. Совсем никак. Так, чаще всего есть несколько видов партнерства. И я сегодня расскажу, как бы я предложил разделять доли, потому что еще мне очень нравится распределение долей 50 на 50, потому что мы же друзья, ну как, мы же договорились. 50 на 50. Почему 50 на 50, никто не знает. У него есть деньги, у нее нет денег, мы вместе делаем одно и то же, но 50 на 50, ничего страшного. Потом я ему отдам. Тоже не очень работает. Соответственно, первая моя рекомендация, когда вы выбираете партнера, это ситуация, что без партнера вы не можете стартовать бизнес. От слова совсем. Либо без партнера вы упирали стеклянный потолок, и вы не можете его пробить. Только тогда вы берете партнера, до этого вы берете сотрудников. Либо подрядчиков, либо, не знаю, там, кредитуетесь. То есть вы обходитесь теми, кого вы можете потом сбросить с корабля. Если вы верите в ваш бизнес. Если вы считаете, что вы будете зарабатывать 100 тысяч рублей, ну тогда можно с кем угодно договариваться, не страшно. За 100 тысяч-то. Вот. Это первый момент. Второй момент. Когда вы ищете партнера, и это отчаянная моя рекомендация, до того, как вы этого партнера ввели в бизнес, либо сделали ему предложение, вы должны понять, что он будет делать в вашем бизнесе. И для этого нужно прописать ключевые зоны ответственности вашего бизнеса. Что это такое? Я опишу на примере своего бизнеса, чтобы было наглядно у всех, более-менее будет похоже. У меня это сбыт продажи, у меня это производство, у меня это торговая, ну, закупочная деятельность, логистика, юридическая часть, финансово-бухгалтерский учет и планирование. Вроде бы все сказал, маркетингу у меня нет. Но был бы маркетинг, тоже была бы зона. То есть у меня есть вот эти зоны бизнеса, и мы с партнером очень четко их разделили. Партнер отвечает совершенно за свои зоны и никогда не вмешивается в мои. Ну, на уровне, если только посмеяться, там похикать, что у меня что-то не получилось, не более того. То есть он не принимает там решения, он не определяет цены, по которым мы покупаем или продаем. Это моя зона ответственности. Он не выбирает товарную матрицу, даже товарной группы и категории он не выбирает. Он не влияет на то, с какими компаниями мы работаем. Он не влияет даже на то, в какие страны мы выходим. Он отвечает за свою финансовую, бухгалтерскую, юридическую часть, безопасность компании и так сложил, что логистику. Он в этом силен, я отдал ему всю логистику. Вот за три года у нас не было ни разу, чтобы кто-то перешел на границы другого человека. И это, кстати, один из секретов, почему мы до сих пор не поссорились. Это очень важный момент. Соответственно, первое, перед тем, как начать, даже если у вас уже есть готовый партнер, на самом деле, даже если у вас уже есть партнерство, оно успешное, распишите зоны ответственности в компании крупными мазками, как целые отделы. И пропишите, чем с партнером вы уже занимаетесь, как вы разделили, либо чем вы будете заниматься, как вы это разделите в дальнейшем. Может оказаться очень интересно, что вы отвечаете, например, только за, не знаю, за производство, а партнер за все на свете. Ну, это классно, вам повезло, я же за вас. Вот, а если наоборот, у меня много вопросов. Причем эти сферы не должны быть смежные. Второй секрет. Если вы оба, например, менеджеры по продажам, не знаю, ну, той же самой сантехники, о которой мы говорили, и вы решили делать совместный бизнес, партнерство имеет смысл только если у вас очень разные клиентские базы, вы хотите их объединить. Ну и то, если честно, лучше, если один наймет другого. Даже с каким-то процентом от продаж, очень большим. Ваши компетенции должны быть принципиально разные, потому что ваш управленческий блок должен закрывать все вопросы бизнеса в идеальном мире. То есть не может быть такого, что вы в чем-то не разбираетесь вдвоем или втроем с партнерами. Это идеальный мир. Ну, так обычно не бывает, но все же. Соответственно, если вы менеджер по продажам, вам не нужен второй менеджер по продажам. Вам нужен либо производственник, либо закупщик, либо, не знаю, маркетолог, то есть тот, кто закроет второй ключевой блок вашего бизнеса. Желательно несколько. Если партнер, с которым вы сейчас присматриваетесь, не закрывает их, а умеет то же, что умеете вы, ну, если честно, он вам не очень нужен. Страшная ситуация, что вы в одном блоке пытаетесь делить, кто что делает. Например, когда объединяются два менеджера по продажам, самая частая ситуация, два менеджера по продажам уходят с какой-нибудь компанией и делают свою компанию. Это, ну, я видел, наверное, это, не знаю, сто раз, двести раз. Вы тоже все это видели. Что происходит дальше? Они продают один лучше, другой хуже. Начинаются обиды. Потому что ты, типа, молодец, я, типа, не молодец, что это такое, да ты просто вот этого клиента забрал. То есть начинается, ну, какая-то непонятная фигня. Во-вторых, у них плывут абсолютно все процессы, потому что менеджеры по продажам не умеют закупаться, не умеют вести финучет, не умеют даже бухгалтерию собирать правильно. Они ничего не умеют. Они верят, что какой-то бухгалтер за 5 тысяч где-то там что-то им сделает. Соответственно, компания не справляется с бэк-офисом, не справляется с исполнением заказов, а два менеджера только могут поругаться. Ну, что они еще сделают? Ну, либо очень быстро развиваться, они такие вундеркинды, что вау. Третий момент. Они не могут принять принципиальные решения. Если это партнеры, особенно равные, они оба менеджера по продажам, это может быть также закупщики, маркетологи, не суть. Они не могут принимать принципиальные решения вместе. Если, конечно, они не братья-близнецы, которые думают прямо одинаково. Потому что, к примеру, я могу с своей продукцией пойти либо в сети магазинов, либо на ВБ. Вот у меня есть два пути, у меня на все ресурсов не хватит. Один за один путь, другой за другой. Кто кого передавит? Тот, кто убедительнее, тот, кто меньше ошибался, это не будет работать. Предположим, что один все-таки победил, и вы пошли на ВБ. Мне зависит от результата, второй будет думать, а пошли бы мы в сети, вот там-то все было бы. А если еще ВБ не получится, ну там, я не верю, что это пройдет бесследно и что эти партнеры будут дружить через год. Так не бывает. Соответственно, абсолютно разные блоки. Так, чтобы партнер в идеале даже не понимал, что вы делаете. Просто смотрел на результат. И вы точно так же. Это прям идеально. Тогда нет обид, и тогда есть понятная зона ответственности. Что такое зона ответственности? Попробую объяснить также на моем примере. Если сейчас в моей компании почему-то снижаются продажи, либо падает рентабельность продаж, меньше всего моего партнера Дмитрия интересует, почему это происходит. Ну как, ему, конечно, хочется об этом поговорить там на уровне кальянной, но по факту ему все равно. Это такой интерес, ну, посплетничать. Ему важно, Никит, почему у нас план продаж просел, почему мы два месяца вылетаем из плана продаж, что тебе нужно, чтобы ты свой план продаж, наконец, начал делать. Это будут его вопросы. Ну и правильный управленческий вопрос. Как ты собираешься исправлять эту ситуацию? Он недавно этому научился, мне кажется, он писал какое-то видео из Теры. Это очень бесит, потому что раньше все было проще, теперь наши переговоры затягиваются. Соответственно, его это не волнует. То есть он ждет от меня результат в моей сфере. Все, без вариантов. Точно так же я жду от него полную результативность в его сфере. Я не понимаю, что он делает иногда. Я даже не интересуюсь. Доходит до того, что я даже не вычитываю документы, которые он составляет у нас такой же уровень доверия. Из его зоны ответственности я просто их пересылаю. Просто проверяю, что да, это тот документ, чтобы случайно не ушел другой. Например, если мне сейчас нужно проверить какую-то компанию, это наш поставщик, поставщик, например, хочет в предоплату работать, он должен закинуть большую предоплату. Безопасность компании и его зону ответственности. Я передаю ему этого поставщика, и он его проверяет. Если он мне говорит да и ошибается, такого еще пока, слава богу, не было, не хотелось бы. Но если он говорит да и ошибается, это его вина. То есть я не мог на это никак повлиять. Он принимает на себя ответственность по проверке поставщика. Таким образом, блоки ответственности в компании у нас распределены. Я вам осторожно, и вам желаю. Далее. То же самое касается, например, кредитных обязательств. Если мы хотим взять какое-то кредитно-оборотное средство, меньше всего меня волнует, что для этого делать Дмитрий. Мне нужно, чтобы этот кредит поступил, потому что мне нужны деньги на оборот, на закупку и так далее. За счет этого разделения ответственности мы друг друга очень строго спрашиваем за результативность. Но в то же время нет такого, что я бы продавал больше, если бы ты мне не мешал. Или вот я послушал тебя, и вот мы пошли на ВБ, и вот это оказалось зря. Вот этого нет. Соответственно, когда вы прописали зону ответственности, либо сейчас они у вас же есть, поставьте на них очень жесткую границу. Один партнер не лезет к другому партнеру в зону ответственности. От слова вообще. Только если нужна помощь. И это работает, наверное, надежнее всего. Для этого и нужны разные компетенции у партнеров, но для этого нужны зоны ответственности. Вы не лезете на эту зону. Только если вас попросят о помощи. Третий момент. Вот вы поставили зону ответственности. И кажется, ну, предположим, один очень хорошо продает на Валберес, второй очень хорошо, не знаю, производит, шьет все это. Ну, маленькое производство, управляет производством. И кажется, что это идеальное партнерство. И дела пошли, потому что, ну, как они могут не пойти, если один профессионал на ВБ, другой, ну, цехом уже 5 лет управляет. Идеально. И возникает следующая ситуация. Продажи в какой-то момент выросли в 2 раза, в 3 раза, в 5 раз, в 10 раз. ВБшник качает. Его уже не остановить. Все, там понеслось. Он же даже сам пошел кредиты выбил, инвестора нашел, его не остановить. Тем не менее, маленькое производство. Кровью. Надо бы перейти на контрактные площадки, надо бы нанять новых швей и расширить здесь производство. А оно не может это сделать. Потому что начальник, ну, партнер, он обладает компетенцией уровня начальника небольшого производства. Он никогда не работал с контрактами, с большими производствами. Он никогда не расширял вдвое, втрое и так далее. Он никогда не брал дорогое оборудование в лизинг в большом объеме. Он это не умеет делать. И, более того, он еще будет сопротивляться это делать, потому что это страшно. Написать, что это такое, пойти в лизинг, взять какую-нибудь оборону за 20 миллионов. И получается так, что ВБшник разогнался, а производство такое, чувак, 2000 трусиков в месяц. Все, вот как хочешь цену повысить, я не знаю. И ВБшник сидит такой, у нас 2000 за неделю заявок. И я еще могу. Нет, извини. В этот момент получается абсолютный конфликт компетенций. То есть, один партнер не дотягивает до уровня другого партнера. Он перестал закрывать свою зону ответственности так, чтобы второй партнер не тормозился. Что может произойти дальше? Либо компания останется на том же уровне, это часто на самом деле происходит, ВБшник успокаивается, сидит, двигает эти две карточки, ну, ребята что-то зарабатывают. Либо, если парень пробивной, а мы сейчас говорим об очень дружных и честных ребятах, когда никто никого не сливает, парень идет, этот ВБшник, находит контрактное производство, приходит к нам на школу, у нас будет занятие, кстати, по работе с контрактными площадками разных типов, осваивается, размещает заказ, получает еще 20 тысяч партнерщиков из Китая, все же здорово. Только тот продолжает производить свои 2000. Но он больше не может. Это его максимум. И получается, первый человек отвечает уже за 70-80% результата компании, а второй за 20. Они же начинали как равные партнеры. Скорее всего, даже в начале, тот, кто с производством дул щеки, типа, я-то производственник, у меня производство, а ты так, карточки двигаешь. И все. Это партнерство не выживет. Но только если не будет благотворительным. Когда второй человек будет ехать на том, что первому его жалко, ну как, это же своя, это же мариванна, мы же начинали вместе. Ой. Вот это не будет работать. Вопрос в том, чтобы когда ваша зона ответственности разрастается, когда у вас повышается масштаб принятия ваших решений, оборотов, закупок, сложности каких-то договорных обязательств и так далее, ваш партнер в своих зонах ответственности успевал за вами. И это очень частая ошибка. Люди партнерятся с людьми, которым им кажется, вот, ну, что-то классно, что-то получится. И потом это не срабатывает. Того же ВБшника могло быть наоборот. Производство классное, может брать заказы, а ВБшник пыжится, пыжится, а 300 тысяч в месяц оборота. И производство шьет кому-то еще чего-то, ну, тоже мимо. Как можно было бы проверить это? Вот как можно было бы в этой ситуации проверить партнера на потенциальный рост? Ну, свежая идея? Проверить план развития. Ну, красиво говорить, все умеют. Опыт. А какой именно опыт? Ну, бескорный опыт, например. Запуск. Помимо запуска управления производством, заказы на стороне работают на трампе. Да. Это самый простой путь. И наоборот, ВБшника можно было бы проверить тем, что он когда-то работал хотя бы в какой-то компании и продавал там на десятки миллионов. Он умеет продавать на такие объемы. То есть вы банально смотрите, а человек вообще вытянет, если мы вырастем туда, куда мы хотим. Вы же ставите какую-то точку роста на несколько лет. И вы смотрите, а человек вообще вытянет. Или он экает, гахает и не очень понимает, что происходит. Кстати, есть еще один момент. Предположим, что производственник никогда не размещался на контактных площадках. И это нормально. То есть мы все учимся бизнесу. И три года назад я даже близко не умел того, что умею сейчас. Но этот производственник мог в случае, например, у него не хватает какого-то сложного технолога, еще чего-то. Он сам пошел, нашел этого технолога, сдельно, либо на постоянку нанял его и так далее. То есть он умеет, например, нанимать людей и не стесняется передавать им ответственность. Это тоже работает. Тогда кажется, что он умеет. Ну, то есть он вытянет эту ситуацию за счет нанятых людей или подрядчиков. Но, разумеется, если он делал это раньше. Это тоже очень легко посмотреть и проверить. Даже просто поговорить, а что мы будем делать, если заказов станет 10 раз больше. И если вам производственник начнет говорить, я найму еще 20 швей, ну, нет. Он не успеет за ВБшником. Никогда. Соответственно, зона ответственности, повторюсь еще, зона компетенций, зона ответственности, точнее, должна расти равномерно у партнеров. В нашей ситуации нам повезло. У нас это с опережением. Как только я думаю, что, о, сейчас будут продажи, мы выросли в 10 раз, теперь у нас другие ячейки, теперь, не знаю, у нас пошло что-то такое сложное, в этот момент оказывается, что Дмитрий уже во всем этом разобрался, все уже настроено, а он вообще уехал в Питер, а там все само складывается. Я такой, так как так-то? Вот, я все время в позиции отстающего, несмотря на весь рост нашей компании, пока что я в позиции отстающего. В прошлом году было не так, в прошлом году он чуть тормозил, теперь я отстающий. Получилась интересная ситуация. У нас соревнования, у кого выше компетенции. То есть он постоянно осваивается, я постоянно осваиваюсь. Неделю назад у меня была встреча с Джаром. Джар – это человек, который помогает от правительства получать какие-то очень большие льготы. Например, гранты, земли, еще что-то на производство. Ну, так и интересные моменты. И я очень довольный. Я узнал все детали. Я узнал, как получить бесплатно землю, как получить грант, как получить гарантированный госзаказ от области, еще чего-то. Я прилетел на крыльях. Говорю, Дима, ты сейчас упадешь. Забудь наш инвестплан на площадку производственную. И начинаем рассказывать. Он говорит, а, это вот там, вот там-то, да? Это там, где 4% потом? Ага, угу. Я такой, все, ну, на этом все. А я с человеком, я с Джаром встретился. У меня переговоры были. Ну, не успеваю. Поэтому такой партнер, это счастье в семье. Если у вас такой есть. И еще один момент, он близок к предыдущему. Это уровень амбиций. И это еще один очень болезненный момент, который останавливает партнерство на этапе роста. Простейшая ситуация с тем же даже ВБ и так далее. Предположим, партнер успевает. Он шьет, он множится и так далее. И ВБшник успевает, и все хорошо. Только у ВБшника в голове миллиарды и покорит мир. И он вообще хочет на Амазон, он хочет в Америку продаваться, еще чего-нибудь. А производственник такой, слушай, ну мы уже миллион имеем каждый месяц. Ну что, ну куда? Успокойся. Все, все хорошо. Не пышься, там закопают. И получается опять ситуация, при которой это партнерство не выживет. Либо оно будет очень несчастным. Амбиции должны быть примерно одинаковые. И наоборот. Производственник, которому миллион в месяц, это вау, я же пенсию, это как сейчас я проживу, я дом себе куплю, кредит. Скажет производственник. Ему нужен такой же партнер, такого же уровня, там плюс-минус, с которым они вместе будут зарабатывать по миллиону, на этом они успокоятся, и у них будет безопасная такая зона комфорта. Поэтому уровень амбиции партнеров, ну его надо как-то чувствовать, потому что на словах сейчас все львы толстые, особенно на старте бизнеса и так далее, все ооо, мы покорим мир. Нет, нифига, люди к этому могут быть не готовы. Косвенным, кстати, признаком такого небольшого собеседования партнера, наверное, будет... Представьте, как вы собеседуете сотрудника, и можно спросить прям, какие задачи ты вообще решал даже на работе, если он еще работает, а вы только делаете бизнес. Какой уровень ответственности ты на себя брал? Если человек делал задачи вот и до, ну, амбиции там не будет. Если он говорил, дайте мне сюда, я покорю, пустите меня в Бангладеш, я что-нибудь там построю. Если он такой, ну, ты продаешь зубные щетки, я все равно построю что-то в Бангладеше. То есть, если человек был такой на работе, даже по рассказам, это уже, ну, какой-то хороший знак. Поэтому уровень амбиций это критично важно. У нас, опять же, возвращаясь к моему живому примеру, у нас уровень амбиций совпал, я очень доволен. Вот, у нас обоих амбиции миллиард это просто проходной, чтобы получить маленький процент по кредиту государственному, инвестиционному. То есть, для нас миллиард оборот это просто выход на кредит. А вот там уже дальше начинается экшон. Вот, только у нас разные цели. Я очень хочу что-то изменить, чтобы там не заказывали одежду в Китае, еще что-то, там прям налоги, это все. А Дима хочет яхту. Вот, и каждый год он хочет яхту примерно на 10-15 метров длиннее. Поэтому, ну, в этом и проблема. То есть, почему он ее до сих пор не купил? Вот, у него амбиции растут вместе с яхтой. Я пытался ему объяснить, что размер не главное. Нет. Вот. Соответственно, у нас абсолютно разные цели, но абсолютно одинаковые амбиции. Потому что его яхта и мое изменить мир это примерно что-то такое про миллиарды долларов, наверное, не знаю, судя по тому, как все идет. Поэтому уровень амбиций, если у вас совпадает, если у вас разные уровни компетенций и разные задачи в компании, и при этом вы оба с одинаковой скоростью способны учиться и способны расширять свои компетенции, вот тогда уже может получиться партнерство. Тогда у вас не возникнет никогда вопрос, кто виноват в какой-то ситуации. Вы никогда не будете делить зону ответственности. И вы будете вместе. У вас каждое совещание будет прям полетом фантазии. А что мы делаем? А давай, а давай, а давай. И вы не сможете остановиться. Вот так это будет работать. В идеальном мире, повторюсь, вы даже не понимаете, как партнер что-то сделал, а он сделал вау-результат. Потому что это не ваша зона ответственности. Понятна аналогия? Ну, на примере ВБ, я не пойму, как партнер ВБшник продал на миллиард. Я вообще не понимаю, как он продал. Я не понимаю даже, как он продукт там регистрирует. Там же какие-то фотографии надо. Вот. Но я сделаю свою часть. На миллиард у него будет продукция. Вот так и пойдем вперед. Далее, что касается денег. Смотрите. Ситуации бывают разные. Мы сейчас разберем прям несколько схем. И я дам условную рекомендацию. Если у вас вообще нет никаких идей, вы можете ей воспользоваться. Это мой был старый принцип. На самом деле он никуда не делся. Мы говорим о том, что, например, первая схема. У вас есть партнер, у которого есть вся сумма на ваш стартап. Ну, понятно, что если сумма поровну, вы поровну работаете. Там понятно, все легко делится. Но, предположим, у вас есть партнер, у которого вся сумма вашего стартапа. Предположим, миллион на выход на ВБ. И вы делите задачи 50 на 50. Я для упрощения. Представили? То есть я отвечаю за продажу, ты за производство. И ты даешь миллион. То в этой ситуации 50 на 50 делить не получится. Потому что он же еще деньги дает. И это надо уважать. Он дает деньги в стартап, который еще даже не существует. Это максимальный уровень риска. Соответственно, в этой ситуации я бы посоветовал сделать так. Взять его сумму денег. Сейчас попробую объяснить. Даже, может быть, на доске. Сейчас, секунду, нарисовал. Смотрите, взять его сумму денег за половину стоимости. Если он дает 100% на компанию, это 50% от доли. Если бы он ничего не делал, то на этом как бы все и закончилось. Если он еще и делает наравне с вами, то это еще пополам. Вы делите остаток свободный. То есть это получает 75%, вы даете ему. Соответственно, если вы заходите как инвестор, вы точно так же 75%. Торгуйте свою пользу. Естественно, если вы заходите как инвестор, вам 90%. Если вам дают деньги, то процентов 5 давайте. Торгуйте свою пользу. Но идеальная схема, когда если у вас полностью финансируют все партнером, вы делаете все напополам. 50% ему за то, что он на 100% профинансировал, то есть мы делим деньги на 2, то что денег недостаточно, а труд мы делим пополам. Представили? Или нарисовать? Понятно. 75 на 25. Да. Если, например, он при этом делает очень мало, а вы делаете 90% работы, то будет 60 на 40. То есть, понятно, из 50 оставшихся процентов вы делите на количество работы, смещаете. Понятно? То есть все. Количество работы, кстати, можно оценить как раз по зонам. Если вы расписали крупнейшие зоны вашей компании, вы берете одну, партнер три. Ну, очевидно, что вы не самый деятельный будете человеком в этой компании. Второй момент. Ну, и в обратную сторону работает так же. Второй момент, что человек просто дает деньги и не работает. Тогда вы точно так же сумму его денег делите на 2. Если он дает, например, половину суммы, которая вам нужна для запуска в компании, то, соответственно, 50% денег поделить на 2 это 25% доли. Понятно? Логика. Опять же, торгуйтесь. То есть, я за вас. За тех, кто сегодня здесь сидит. Я надеюсь, здесь нету двух партнеров сразу. Поэтому, естественно, давите его до конца. Пусть это будет 2%. Вообще стартап на миллиард. Это же единорог. Вот. Поэтому давите, обязательно торгуйтесь. Вот. Ну, я рассказываю, как это честно. Хуже, чем эти условия, вообще не принимайте. Далее. То, что касается денег. Есть, бывает, несколько раундов инвестиций. Кто-то знает? Кто-то работал с этим? Или это, наверное, совсем далеко? Когда деньги даются частями. На примере того же ВБ дали миллион на запуск, потом еще 10 миллионов на раскачку и так далее. Чаще всего это разные люди. Очень редко бывает, что один человек сначала миллион, потом 10 миллионов и так далее. Обычно это люди разного уровня. Миллион есть у братишки, потому что он там зарплату откладывал. 10 миллионов у какого-нибудь знакомого предпринимателя, а 100 миллионов еще вообще у какой-нибудь серьезной у дядьки. В этот момент вы точно так же вот эту свободную долю, платирующую долю компании дробите точно так же по деньгам. И человек, который приходит к вам с большими деньгами на втором и третьем раунде, может точно так же давать навыки либо вкладывать какие-то усилия в компанию. Это уже такие, мы рассказываем про инвестиции. Например, вы продавали на ВБ, у вас есть партнер, он дал вам деньги, вы работу все делаете, у вас 50 на 50, все здорово. Потом вы выросли очень сильно, вам нужен человек, который может построить вам уже производство. И еще с деньгами желательно. А вы обеспечите продажи. И предположим, вам нужна очень большая сумма, которая будет многократно больше. Предположим, в 10 раз больше. В этой схеме, опять же торгуясь, но у вас есть полукомпании, которую вы сможете вот опять подробить. Ну, это грубо. Сейчас примерно, я не знаю, как объяснить без рисования, но очень не хочется сейчас мараться об этот маркер. Соответственно, вы с партнером размываете доли, каждый из вас отдает какую-то часть доли этому человеку, который приходит с деньгами. Понятно логика? Вопрос в торговле. Абсолютно вопрос переговоров. От суммы денег зависит. От суммы денег зависит косвенно. Потому что, может быть, 10 миллионов, может быть, 100 миллионов в этот же стартап на Вайлдберсе. И очень размыто. 10 миллионов или 100. Тут скорее вопрос торговли, потому что, насколько эта сумма большая для человека, насколько он вообще примет участие, не примет участие и так далее. Например, если он дает даже 100 миллионов и не принимает участие, ну, я бы не отдал вам большую долю. Абсолютно точно. Ну, то есть, не знаю там. Зависит опять же от оборотов. Что вы имеете в виду под доли? Часть, часть компании. Мы сейчас, да, как оформлять, да, мы сейчас поговорим, но я сейчас говорю просто о части компании. Даже просто по честное слово, как ИП. Мы просто даем свои деньги, но не участвовали. Мой совет такой насчет денег. Вы помните, я говорил в начале, что деньги можно на старт бизнеса найти без партнера? Помните? Мой совет не меняется от того, что ваш бизнес вырос. Когда вам нужно 10 или 100 миллионов, их тоже можно найти без партнера. Если вы хотите продать долю в компании только за деньги, лучше продайте компанию и возьмите себе деньги. Партнер, которого вы приводите за деньги, чаще всего это человек, который не разделяет ваши ценности. Это раз. Ну, так или иначе, вы все равно с ним будете как-то контриться. И при этом он, скорее всего, захочет, особенно с большой суммой, будет чувствовать себя хозяином. То есть я дал денег, это все благодаря мне, я тут хозяин, ребята что-то там пыжатся, делают, а я денег дал. И это не должно так быть. Человек будет вмешиваться в управление, трепать вам нервы и так далее. Это первый момент. Второй момент. Чаще всего человек, который дает вам сумму денег, которую вы не можете потянуть. Ну, предположим, вы ВБшник, у вас оборот 2 миллиона в месяц, а вам дают 100 миллионов на развитие. Но понятно, что человек кратно другого уровня от вас. У него другие немножечко возможности. Так вот, если он решит вас обидеть или что-то у вас отжать, он это с вероятностью большой сделает. Просто потому, что ваш уровень 2 миллиона, его уровень 100 миллионов инвестировать. И это надо понимать. Привлекая большого человека в долю с деньгами, ну, такое себе, это как брать генерала МВД какого-нибудь в долю. Вы понимаете, что рано или поздно у генерала окажется внучка, которой уже как раз пора бы идти в бизнес. И у вас радостно выкупят стартап по цене. И вы продадите. Вот. Соответственно, повторюсь, мое мнение, это субъективно, но я не видел хороших примеров, что пускать человека за деньги в долю, как минимум до управления его допускать, не стоит. Другой вопрос, если это человек с крутыми компетенциями. Если вы привлекаете в долю, на примере того же выбора, мы его начали разбирать, человека, который уже строил швейное производство или очень хорошо работает с Китаем, у него какая-то торговая компания и так далее. Он приносит свои компетенции, он приносит свои какие-то возможности, в том числе операционную какую-то структуру, типа компании по торговле с Китаем. И вот тогда вы можете его брать в долю. Только опять анализируйте на амбиции, компетенции, зоны влияния, чтобы был человек приятный. Вам с ним очень много общаться. Понятно логика? По поводу долей повторюсь. Торговаться можно абсолютно по-разному. В какой-то момент я видел, как в компанию, которая давала оборот по-моему миллионам 150 в год, предлагали вложить 400 миллионов на запуск производства определенного. И владелец не хотел давать больше 10% от компании. Ему говорили, ну ты осознаешь, он такой осознаю. А он был уверен, что если вложить 400 миллионов, компания будет безумно генерить. Ну все было хорошо, клиентская база, крутые контракты, осознаю. В итоге там процентов 20, но договорились. 400 миллионов вложили в компанию, которая не прибыль, а оборот был 150 миллионов в год. Это 20%. И кстати, компания, которая вложилась, ну такой инвестиционный фонд, он принимал участие потом в работе. Поэтому вопрос договоренности и ваша уверенность в себе. Что касается оформления партнерства. Смотрите. У нас в стране, из того, с чем вы будете работать на начальном этапе, там до многих миллиардов рублей, это всего по сути два варианта. Это либо ИП, либо ООО. Ну АОО и прочее мы не рассматриваем. Вряд ли кто-то из вас войдет в ближайшее время в ПАО, в долю. Вот хотя такое тоже бывает. Первый момент. Если это ИП, у ИП партнерства не существует, может быть только совместная собственность на какое-то имущество. Если вы занимаетесь недвижимостью, например, вот вы сдаете вот этот вот прекрасный дом ТЭРа, еще 10 этажей, вот тогда вы можете, если вы ИПшник, ваш партнер, вы с лицом заключаете, совместное владение, да, это можно. Но владеть какой-то компанией условно-торговой вместе с ИП не получится. Она принадлежит ИП. И никакие договора о намерениях, договоры о партнерствах, какие-то письма, не знаю, и так далее, ничего не изменит. В суде компания отойдет в пользу ИП. И максимум, что вы получите по своим договорам, это компенсацию доказанных затрат. А вы понимаете, да, что это такое? Ну, в какой-то компании, особенно на услугах. То есть ИП и партнерство это честное слово абсолютно. И если вы партнеру не доверяете на 200%, ну, не стоит. И наоборот, если вы ИПшник, вообще класс. Огонь. Я верю, что вы все честные, что вы никого не кинете, поэтому прям да. Второй момент. Если это ООО, там оформляется, понятно, ну, понятно, долями, то есть это все, ну, все очень легко, я думаю, здесь все это понимают. Ну, то есть вы оба вкладываете, например, по 200 тысяч рублей в стартап, и вы оба будете делить примерно пополам блоки работы. То есть все, у вас кто-то один будет генеральным директором. И почему-то тоже, я не могу понять, почему так делают, генеральным директором становится тот, кто либо юридическое дело чуть-чуть знает, или бухгалтеры, либо тот, у кого времени больше, а я на работе работаю, либо еще, то случайно генеральный директор. Это прям уникально. Мне кажется, люди до сих пор не осознают, что такое генеральный директор в нашей стране. Генеральный директор тот, кто несет ответственность за всю деятельность компании. Любая ошибка, любая подпись, налоговая, неналоговая, административная, уголовная, вся ответственность на генеральном директоре. Собственник отмажется, генеральный директор нет. Это очень важный момент. Любая доверенность, выданная генеральным директором, ответственность на генеральном директоре. Это почти нереально доказать, что человек по доверенности действовал не по приказу. Соответственно, человек, который берет на себя роль генерального директора, должен быть, во-первых, внимательным, системным и не глупым. Опять же, если вам важен ваш партнер, и вы его действительно любите. И второй момент. За это нужно давать большую долю. То есть в ситуации, что у вас человек становится генеральным директором, честно, я давал бы какой-то процент. Ну, не знаю, хотя бы процентов 10, только за то, что он взял на себя ответственность. Если мы говорим про юридическое лицо, типа ООО. Помните о том, что вы ни за что не отвечаете. В случае провала вы просто потеряете какие-то деньги. А человек в случае провала, возможно, вы его не скоро увидите. Важный. Второй момент. Помните о том, что есть устав. Устав. Тоже вот прямо устав у нас в стране, по-моему, все скачивают из интернета. Даже в огромных компаниях я видел уставы, скачанные по одному и тому же шаблону. В уставе, на самом деле, много каких-то фишек, которые можно обыграть. Но в плане партнерства важная, наверное, одна. Посмотрите на ключевые решения общества. Ооо. Как они принимаются? По количеству голосов, либо стопроцентные какие-то решения и так далее. И заранее подумайте, как это будет. Например, к вам приходит партнер, который получает от вас 10% доли. Ну, такой он. Вложил немного денег, что-то делает. И при этом он из-за того, что у вас старый устав какой-то непроверенный, может заблокировать любое ваше решение. Вообще любое. Пока вы его из ООО не выгоните. А выгнать из ООО почти невозможно. Второй момент. Вы хотите выкинуть человека из ООО. Это ваша компания. Вы привлекли какой-то, например, инвестора. В уставе не прописан путь. О том, что, типа, обязательно предложить к выкупу и так далее, и так далее. То есть есть пути, как, ну, организованно-цивилизованно решать конфликтные ситуации. Это тоже прописывается в уставе на старте. Потом устав без участия второго партнера вы поменять не сможете нормально. Поэтому устав, ну, не скачет на тенте. Почитайте, пожалуйста, принятие решений и случай расхода. Ну, и минимальную сделку пропишите тоже. Минимальная сделка, точнее, прошу прощения, максимальная сделка. В общем, решение о крупной сделке, те, кто не знают. Это, если, например, у меня в компании будет сделка, например, на 50 миллионов, то обязательно согласование второго партнера. Без вариантов. То есть, по учредителям. У всех это разное, но я рекомендую прописать. Для того, чтобы вас случайно не оставили без денег, если у вас будет конфликт. А в уставе? Лучше в уставе. Ну, либо решением каким-то акционерам. Но в уставе просто решение о уставе – это вообще беспроигрышная ситуация. Вот абсолютно беспроигрышная. Вот. Что написано в уставе, то не вырубить топором. Наверное, по юридической части все. Не забудьте, пожалуйста, еще такой момент. Наверное, еще несколько моментов. Для того, чтобы вас немного защитить. Если вы вкладываете деньги, особенно крупные деньги, в компанию, делайте это только безналичным способом. Никакой налички. Несите ее в банк, переводите. Пишите назначение платежа о том, что перевод. На счет, например, займ, ООО, либо там инвестиция, еще что-то. Пишите назначение платежа по договору такому-то или что-то полное. Потому что потом в суде вы никогда не докажете, что вы вложили в эту компанию 10 миллионов рублей. Ну, просто он дали, он пошел на садовод, что-то там купил. Ну, как вы это докажете? То есть поделите уставной капитал 10 тысяч рублей. Соответственно, только белые переводы, и даже если вы физлицо. Кстати, если вы с ИП договариваете все партнерства, то же самое. Вы на ИП переводите белым переводом с назначением платежа. Потом хотя бы докажете, что ИП вам что-то должно. Хотя бы что-то отожмете. Такой маленький нюансик. По безопасности, наверное, тоже все. И ключевой момент в партнерстве, который я прямо не устану освещать, это так называемое право вето. Не бывает равноправных партнеров. В принципе, не может быть большого бизнеса, особенно в нашу нестабильную эпоху, в котором равноправные партнеры и оба принимают решения. Право вето – это последнее слово за кем-то. Причем даже в зонах ответственности второго партнера. Например, я хочу продавать, к примеру, какие-нибудь перчатки из Китая, сварщика. Мне они очень нравятся. Но почему-то Дмитрий, отвечающий у нас, как генерал-директор, за ним право вето, считает, что из Китая сейчас нельзя ничего покупать, потому что, не знаю, может встать товар. Ну, у него какие-то мысли, он мне может даже не объяснять, в принципе. И в этот момент он говорит, Никит, нет, перчатки из Китая не будет. Или, например, нет, этот контрагент не проходит проверку. Я могу скандалить, плакать, я очень хорошо умею плакать, я натренировался с Димой за три года. Я могу просить пощады, пытаться его подкупить. И иногда это получается. Но если он упрется, я исчерпаю все аргументы, он скажет, нет, ни хрена. И на этом история заканчивается. Эта история больше не поднимается. Я никогда ему не вспомню, такого не было ни разу. А вот помнишь, ты отклонил, да, сказал Росатом, типа, говно, мы не будем с ним работать. А вот с ними все работают и зарабатывают. Нет, я такого не скажу. Даже если он оказался неправ. Потому что он взял на себя ответственность за всю компанию этим решением. И это очень смелый поступок. И это здесь мне было очевидно, что надо работать с Росатомом. А в остальных случаях не всегда. Кроме того, за ним и подпись еще, за ним еще и уголовная ответственность. Поэтому логично, что право вето должно быть лежать на генеральном директоре. Ну, в логичном мире, да, абсолютных компаний. Соответственно, право вето это то, что отговаривается на берегу. И это финальное слово за кем-то в любых разногласиях. Оно всегда за одним человеком. И это не меняется, только если вы в принципе не меняете всю структуру управления компанией. Вы никогда больше не обижаетесь на то, что с вами не согласились. Даже человек очень сильно накосячил. Вы относитесь к этому с большим уважением. Потому что человек не побоялся взять на себя ответственность. Другой вопрос, если он самодур, у него право вето по 4 раза в день. И он косячит 4 раза в день с этим правом вето. Тогда вопрос, ну, продолжение истории. Продолжение банкета с таким партнером. Повторюсь. Вы определяете право вето. Желательно отдавать его генеральному директору вашего ООО. Потому что логично, что человек отвечает своей безопасностью. Вы разделили доли. Вы все это прописали. Вы в белую оформили это договором. Помните еще раз. Не договор о намерениях. Не договор о партнерстве. Нормальное участие в ООО и так далее. Все остальное это вспомогательная документация в России. Вы завели деньги в белую, повторюсь. И вот тогда вы оформились безопасно. А если вы еще разделили зоны ответственности. Постоянно растете в компетенциях. У вас совпадают амбиции. То в принципе вы должны полететь вперед очень быстро. Кстати, еще рекомендую близко не дружить с партнером. У нас такая дружба на вежливом расстоянии. Мы подарки друг другу через сотрудников передаем на Новый год. Это тоже важно, потому что дружба, особенно я знаю у девушек такое бывает, это прям лучшая подруга, все можно простить. А бизнес вас не простит. Вас не простят конкуренты, вас не простят какие-то заказчики за то, что вы что-то не сделали. Тоже не должно быть близких подруг. Это могут быть... Бывают бизнесы с близкими друзьями, бывают с мужем, бывают с мамой и так далее. Это работает. Но только если у вас настолько совпадает видение, амбиции, видение, вот вы прямо, ну, единый механизм, тогда да. Но если вы просто хотите, слушая подружка, открыть маникюрный салон, это плохая идея. Даже если у нее есть на это деньги. Лучше возьмите займ у нее. Ну, если уж хотите так. Можно даже инвестиционный займ. И, как я обещал, красивая история. Можно вопрос? А если инвестирование при... Это очень плохо. Понятно. Нет, это прям совсем плохо, это неуправляемый процесс, абсолютно. Этот человек не несет перед вами никакой ответственности. Даже если вы что-то прописываете. Ну, по крайней мере, в Российской Федерации, в законодательном поле он выпадает из него. А если прописано, что аналог, там, в долларах... Вы не можете прописать аналог. По одной простой причине. Если вы прописали, что была получена какая-то сумма, вы должны прописать, я получил такую-то сумму. Правильно? А кто же это пропишет? Там прописано, что получаю, там, такую-то сумму в долларах, эквивалентную, там, какие-то там... Там фигурирует криптовалюта в этом договоре? Да. Тогда это не работает. У вас не может быть в договоре несуществующих ценностей. Но это обнуляет договор. Нельзя выпадать с правового поля страны, в которой вы собираетесь защищать свои права. Ну, это просто не работает. Поэтому в крипте это прямо на доверие. Я надеюсь, что у вас классный партнер. Да. Как вы прописали какие-то идеи? Старин ли документы? Документы или... Нет, это было решение изначальное. И я сейчас расскажу финально, почему... Ну, как мы это красиво закрепили. Вы договорились? Да, мы договорились. Мы договорились. Но, опять же, я не могу делать все иначе. Он генеральный директор главной компании. Как раз с правом вета. То есть даже если бы мы юридически... Ну, мы рассорились. Все равно за генеральным директором права вета. Ну, то есть генеральный директор может остановить, либо сделать любую сделку в компании. Он ничем не ограничен. Соответственно. Смотрите, как сделать так, чтобы партнер вас не кидал даже если эта криптовалюта? И как раз у нас так. У нас первые несколько лет не было вообще оформлено юридически. То есть я был на птичьих правах. И при этом я совершенно не нервничал. Не потому, что Дима классный. Нет. Человек, который мечтает о яхте, я вообще им не доверяю. Что мы сделали? У нас зона ответственности прописана так, что если кто-то из нас исчезнет, компания, ну все, мы накроемся. То есть это просто идти и начинать с такого начала, что лучше не начинать вообще. Дмитрий абсолютно не знает наших контрагентов. То есть он знает покупателей по 1С. Он не знает, с кем там общаться. Он не знает, что для них важно. Он не знает пути принятия решений. Он не разбирается в продукте абсолютно. То есть если я разобрался в продукте хоть как-то, что мы продаем, он нет. Он не умеет размещать заказы. Он не умеет делать декларации, какие-то сертификаты. Ничего этого он не умеет. То есть ему надо будет отсваивать с нуля. Естественно, на таком уровне, как мы сейчас это делаем, компания не поплывет. Соответственно, если куда-то исчезну я, исчезнет все продажи и все нормальные закупки. Все вот эти отсрочки, под честное слово, на 5 миллионов рублей, когда нам отгружают без документов, потому что меня знают. Все вот эти, ой, Никит, давай ты поставишь. Ну что, мы тебе давно ничего не давали. Ты такой хороший мальчик, что мы его обижаем и так далее. Все вот это исчезнет. И наоборот, если исчезнет Дмитрий, в этот момент у меня абсолютно остановится компания. Могу что угодно продавать, куда я это дену. Я не разберусь с банком, как разбирается он. Я не освою логистику. То есть у меня логистика будет на уровне заказать деловые линии, а там как-нибудь они что-нибудь сделают. Ну это вообще так не будет работать. Я запутаюсь в первых же договорах по довальческому сырью этих схемах и матрицах списания. Потому что это, ну, на полный день сидеть в одной матрице разобраться. А этих матриц там у него безумие. И так далее, и так далее, и так далее. Я поплыву в договорах, потому что абсолютно у меня не такой уровень юридической грамотности, как у него. То есть без него я продержусь чуть дольше. Я буду заливать какое-то время деньгами на предоплатах. Но рано или поздно я сломаюсь, там через месяц, через два моя компания точно так же слопнется. И вот это абсолютная защита. Каждый из нас боится потерять другого. Поэтому Дмитрий мне не купил, не купил мне в лизинг мотоцикл. Как я нашел даже схему покупки в лизинг мотоцикл, он мне его не купил. Потому что я ему нужен. А я сделал так, что Дмитрий не поехал прыгать с парашютом. Потому что у нас был форс-мажор в компании. Мы бережем друг друга. Вот это идеальное партнерство. И это было в моменте, когда у нас еще ничего не было оформлено юридически. Вот добивайтесь того же. А как на начальном этапе партнерства эти все моменты учесть, прописать и так далее? Тут зависит от того, доверяете вы партнеру или у вас чисто бумажные отношения. Это очень важный момент. Доверие должно быть... Ну, у нас доверие было сильным. То есть, ну, как ровный пацан, это тоже нормальный пацан. Пацаны не помнят. Мы так как-то говорили. Да. Тогда вопрос еще с сумм. Смотрите, тот же момент. Предположим, вы делаете торговую компанию. Ну, какую-нибудь торговую компанию, вы на право, вы хотите что-то продавать. На старте не так важно, как вы это оформите. Вы можете через год этим заморочиться. Но если вы, например, покупаете недвижимость или вкладываете деньги в оборудование, или там какой-то товарный остаток безумный, то есть у вас идут очень большие материальные какие-то моменты, тогда нужно оформлять сразу. То есть, как риски вас расставили? Да. Потому что в торговую компанию вам нечего делить. От того, что вы через три месяца поссорились и разбежались, ну, что вы потеряете? Двух клиентов, за три месяца новые двух найдете. А в истории, когда вы купили, не знаю, какую-нибудь фуру, чтобы что-нибудь возить за 10 миллионов, за 20 миллионов рублей, вот тут уже там, а чья это фура? А давай-ка пропишем. Вот так это работает. В это время, например, вы работаете? Да. То есть, как я уже сказал, мы первые документы начали какие-то подписывать на третий год работы. Уже с очень большими оборотами. Я абсолютно в этом не нервничал. Нам нужно их подписать, потому что у меня, ну, так, у банков есть сомнения в праве моей подписи, что я слишком много документов подписываю. Мне такие, типа, вы точно? Они начали требовать решения акционеров, так далее. Я такой, ладно, ясно. Вот, мы начали уже что-то оформлять. То есть, я, если честно, не нервничаю. Я мог бы еще 10 лет так же идти. Я даже повторюсь, как только исчезну я, бедности не будет. И наоборот. Да. Да. Мы разделили зону ответственности. А партнерского соглашения прописывали? Партнерского соглашения у нас даже нет. Оно нам на данный момент не нужно. Мы просто их проговорили. А, проговорили. То есть, без фиксации? Да. Вот, мы зафиксировали, но я сейчас расскажу, в чем. Партнерское соглашение, еще раз повторюсь, не работает. Оно разбивается судом. У того, у кого дороже адвокат, то в ту пользу и будет принес к соглашению. Это как договор о намерениях в России. Ну, не работает он. Или агентский договор. Не работает он. Это просто для налоговой, что вот у нас что-то есть, поэтому у нас вот так. Не более того. Еще вопросы есть? Телефон? Да. Еще раз. Да, тут мотоцикл, который мне не достался. Я услышала о том, что если есть возможность не брать партнера, брать его не нужно. Да. Абсолютно верно. Было очень легко. Я ушел из компании «Суркович дождь» по продажам, потому что меня достала бюрократия. Я прям психовал. А он сказал, что я не буду думать об бюрократии вообще. То есть я вообще могу не оглядываться. Продавай, закупай, делай, что хочешь. Как раз то, что я и пытался делать в этой очень крупной компании. Я такой, серьезно? Прям не оглядываюсь. Он говорит, да, вообще, просто скидываешь. Я такой, все, восторг, понеслась. И вот третьи? Ну, знакомство через третьи руки. Просто разболтались. Он занимался тендерными поставками оргтехники. Вот. И уже плохо, какая-то компания? Небольшая совсем, да. А можно спросить? Да. За ответственность, ну, это, опять же, субъективно. Но если по-честному, так я могу оказаться и стоить с другой стороны, да, партнерство. Я бы давал 10-20% за то, что человек гендир. Если это бизнес, ну, не на коленке какой-то там, мы типа тортики на дом, а что-то такое серьезное. С нормальными договорами, тендер и так далее. Я бы давал 10-20% только за это. Ну, хотя бы 10% меньше, я прям, ну, не пойму, если честно. Вот, поэтому. Кстати, говоря об ответственности, у нас в том числе и материальное ответственность. Если, например, я накосячу или он накосячит, и компания пострадает, мы своими деньгами это закрываем. Ну, то есть это прям этичные, хорошие отношения, чтобы не было обид. Вот. Ну, это случается очень редко, но мы это, но это уже несколько раз было с обеих сторон. Да, мы это тоже решали. Ну, например, уход от уплаты налогов. Но все в белую все равно двояко, можно просто допустить ошибку. Из-за этого, извините. Да, конечно. Как только сумма, да, переваливает, это уголовное ответственность. Можно, например, просто не знать, например, что куртки, какие-нибудь, продаются по честному знаку. И просто не провести через систему честный знак. Можно не проверить контрагента, который не подаст НДС на очень крупную сумму, и все. Конечно. Да, в этом и смысл. Именно поэтому гендирам платят за то, что вот эти бомжи гендиры, им же платят деньги. И, кстати, часто не маленькие. Конечно. Да. Плюс, если компания встрянет очень сильно, например, прогорит на чужих деньгах и будет кому-то должна очень сильно, а еще может быть субсидиарка на генерального. На собственника очень спорно, на генерального в первую очередь. Да, субсидиарка вешается на генерального в двух случаях. Если можно доказать какие-то действия, что генеральный сделал неправильные действия, какие-то нехорошие, а во-вторых, если у того, кто вешает субсидиарку, есть на это деньги. А если мы говорим о тех сумах, когда вешается субсидиарка, они повесят и дожмут. Вот. Ну так, просто к слову. Да. Давайте последний, да. Я расскажу, да, бонус. Хорошо. Если вопрос больше в конце затронули. Вот. У нас в целом в стране есть такая тенденция, что инвестиции, они больше понимаются как займы. Вот. И я просто на своем личном опыте скажу так, вот, когда получаешь первый раунд, допустим, до 4 миллионов, вот, там сидит очень высокомерный коммерс, который тебя чуть ли не в лес вывезет, если его деньги пропадают. А когда ты получаешь второй раунд, там, год 15 миллионов инвестиций, там уже сидят адекватные люди. Вот у меня вопрос, где можно найти вот адекватных, на местной печальной сайте. Да, вопрос по инвестициям, вопрос на сегодняшней лекции. Если он интересен, будем его разбирать, но сегодня мы все-таки говорим о партнерах. А до того, как вы пойдете за инвестициями, желательно, чтобы вас кто-то прикрывал с автоматом за кошка. Вот это должен быть партнер. Поэтому сначала партнер, потом мы идем к коммерсам, которые вывозят в лес. Может, у вас такой партнер будет, чтобы вы будете коммерсов возить в лес. Это тоже, кстати, неплохо. Вот, окей. Партнер можно, да, для того, чтобы вывозить. Ну, скажем так, у одного из нас есть разрешение на огнестрельное оружие. И это тоже важный аспект безопасности компании. Итак, друзья, маленький бонус. Красивая история о том, как договориться. В большинстве случаев, когда вы с кем-то о чем-то договариваетесь, как в жизни, даже в отношениях и так далее, это немножечко стирается из памяти. Даже если люди очень честные и хорошие, кажется, что было немножко не так. Помните эти истории, когда? Ну, мы же с тобой договорились, ну, как бы мы не совсем об этом договаривались. И то, что идеально совпадало когда-то, через 10 лет каждый человек меняется, все меняется, картина мира немножечко начинает расходиться. И в этот момент могут наступить конфликты даже у правильных, заряженных, амбициозных и умных очень партнеров. Чтобы этого не произошло, у нас есть способ от сицилийской мафии, как мы его называем. Это не от них, но мы просто так его назвали. Мы заключаем то самое партнерское соглашение. Только это не договор какой-то для, ну, повторюсь еще раз, это Филькина грамота для любого юриста, он в голос посмеется. Нет. Мы просто на листе бумаги прописали ключевые принципы компании. К чему мы идем? Зачем вообще здесь собрались? Кто за что отвечает? У кого право вето? Как мы будем в случае чего делить, расходиться или кого-то привлекать? Вот это все мы прописали буквально там на одном листе А4 с двух сторон. Расписались. Красиво. Вот Алис такой плотный, пергаментной бумаги, вы прям купили красивый, чтобы на века. И ручка какая-то специальная, которая проникает, ну, прям что-то такое. Все это мы взяли и отнесли в ячейку в банке, куда есть совместный доступ. Да. Юридически это ничего не значит. Мы не в Америке, где на салфетке. Помните, 50 на 50, две подписи и все. Это значит, что Google делится на два. Нет. Но в случае, если у нас когда-нибудь будут жесткие разногласия и кажется, мы не о том договаривались, мы идем, открываем двумя ключами эту ячейку, достаем и вспоминаем, с чего мы начинали, что мы когда-то решили и так далее. Если мы принципиально хотим сейчас что-то изменить, мы возьмем эту бумажку и сделаем в ней дробник или изменим или новую положим. И вот там наше вот самое наше. То, с чем мы когда-то, ну, в конфликтной ситуации будем решать все вопросы. Это очень красивая история. Рекомендую вообще это красиво обыграть. Потом надо обязательно в итальянском ресторане посидеть, это отметить. Каким-то гаспачо. Вот. Такой маленький бонус. Есть ли еще вопросы? Давайте пять минут еще, если есть вопросы. Да. Нет. У нас нейтральный устав, который нас устраивает обоих. Мы договорились о нем сразу. Сразу любовь абсолютная, да. Мне кажется, мы на заднем сиденье машины, потому что ехали на одну дачу, договорились. Вы чуть меньше уделяете внимание бумагам. Если человек ваш, то вы договоритесь на словах и оформите все через несколько лет, а может вообще никогда не оформите. Вот эти вот бумажные разговоры и так далее, это речь об очень больших суммах, об очень больших материальных каких-то активах, ну вот покупка здания, там построительство зданий, там да, там все это должно быть. И то, если вы можете об этом договориться на заднем сиденье машины, то как бы огонь. Еще вопросы? Да. Вы рассказали, почему партнер не нужен. А скажите теперь, параметры, каким параметрам партнеров он будет? Так, я же да, озвучил. Давайте я повторю еще раз. Смотрите, партнер должен закрывать ваши слепые зоны, потому что все вместе вы не можете знать хорошо. То есть, если партнер закрывает ваши слепые зоны, ну, например, вот как я для Дмитрия, я нужен, например, по продажам. Он не может сам продавать, он это абсолютно не умеет, у него нет базы, навыков и так далее. Соответственно, он прекрасно понимает, что договорившись со мной, он снимает с себя вопрос продаж. И нанять менеджера по продажам очень тяжело, который снимет этот вопрос. Он может быть хороший менеджер по продажам, но его надо контролировать. Нужно уметь контролировать менеджера по продажам. А потом нужно уметь нанимать ропа. Контролировать, ну, в общем, в любом случае, собственник должен контролировать продажи. Дмитрий этого не хотел, я ему нужен. То же самое наоборот. Кого я мог нанять на старте? Юриста, бухгалтера, финдиректора, кто там еще, логиста? Ну, вряд ли. Это все-таки не один человек, я же не фотографа нанял, да, там, для ВВБ. То есть это слишком много людей с разными компетенциями. И все равно их надо контролировать. Я же был бы генеральным у себя в бизнесе и подписывал бы то, что мне пихают неглядя. Я же не разбираюсь на таком уровне. А здесь получилось так, что я эту зону полностью переложил. Во-первых, компетенции. Да. Это первое. Второе. Второе – уровень амбиций. Барсабирования нет. Уровень амбиций как раз. То есть мы оба понимали, что ради, скажем так, ради миллиона рублей прибыли на человека в месяц мы бы с работы не уходили. Эти деньги, да, и он, и я, ну, работали на хороших должностях, и эти деньги были абсолютно допустимы. Мы понимали, что мы бизнес делаем ради чего-то очень большого. Оба. Пусть и с разными целями. Это тоже совпало. И третий момент – это момент этичности. Ровный пацан, все дела. И плюс он и я любим платить налоги. Вот если мы, например, ссорились бы из-за того, что кто-то хочет выходить в серую зону, это было бы тоже некомфортно. Наверное, так. Да. Причем с разными, наверное, целями, но одинаковые ценности. То есть я, например, за страну больше, он больше за то, чтобы, так как он генеральный, он сидеть не хочет. Вот. Но мы платим все налоги из-за этого. Вот, наверное, так это сложилось. Вот. Поэтому здесь мы друг за другом не успеваем в партнерстве. То есть кто быстрее, у кого там глаза говорят, мы прям обсуждаем проект, мы не можем наговориться. Не то, что договориться, мы наговориться не можем, мы что-то планируем. Вот такой партнер вам нужен. Потому что он вообще вам не даст сидеть без дела, он даст вам такой драйв, что вы будете бежать за ним и окажетесь в каком-то точку в том месте. Мы вас знаем, что с ним. Да. Я не настолько с ним дружу. Вообще мы договорились, что он в Моевс приезжать не будет, он два раза в нем был. Второй раз я его встречал, ты же обещал, что это единственный. Вот. Сотрудники немножко попереглядывались, но в целом все нормально. Все хорошо. Ну пусть знают, это не его зона. Вот. Окей, друзья. Спасибо большое. Спасибо большое.